Друзья, всем привет! Сегодня приготовлю творожное печенье с яблоками. Рецепт простой, но вкусный. У меня 500 г творога, 500 г просеянной муки, 300 г сахара, стакан растительного масла, 3 яблока, куриное яйцо, чайная ложка разрыхлителя, немного соли и пачка ванилина. Начинаем, занимаемся тестом. Беру большую ёмкость, перекладываю 500 г творога, пачку ванилина, немного соли, стакан растительного масла, 1 куриное яйцо, сахар у меня здесь 300 г, я добавлю 200 г. 100 г пойдет на посыпку. И всю вот эту массу аккуратно перемешиваем вилочкой. Можно использовать блендер, толкушку, вот чем мы картошку толкем. У меня и вилочка неплохо получается. Готово! И пусть постоит минут 10. Яблоки нарезаем мелким кубиком. Если есть желание, можете кожуру снять с яблок. Но по рецепту вообще-то не идет. Не снимают кожуру, именно с кожицей используют. Сюда можно заместо яблок добавить груши, но чтобы такой был сорт, твердый, чтобы в печенье они такие чувствовали. Вот вы обратили внимание, сколько мало продуктов было на столе, да? И рецепт бюджетный. Но печенье у нас будет целый большой противень. Поэтому есть смысл выпекать печенье дома. Получается и дешевле, и, конечно, вкуснее. Это же домашнее печенье. Творожная масса постояла минут 15, так сказать, настоялась. Вот жидкая стала. В муку я добавила чайную ложку разрыхлителя. И перемешиваем. Замешиваем тесто. Должно получиться у нас такое мягкое тесто. Когда вы работаете вот с тестом, берите большую емкость, чтобы ничего не выпрыгивало. Печенье получится нежное. Вот такое у меня получилось тесто. Очень мягкое. Теперь я вот в это тесто кладу яблоки. И будем формировать сейчас печенье. Руки смочила в воде. Ложечкой беру. Вот как надо вам печенье по диаметру. Смотрите, уже сами можно и побольше взять. Тесто на ложечку. Вот беру ложечкой вот так вот. Раз. И делаем такие колобочки. Да. Чувствую, получится что-то интересненькое. Там и главное яблоки внутри. Друзья, такие рецепты. Мне вообще нравятся. И вот таким образом мы делаем творожные печенья. С яблоками. Вкусные. И теперь беру вот эти печенья и хорошо обваливаю сахар. В сахар можно было еще добавить корицу. Но у нас корицу не очень любят, поэтому я добавлять не буду. Сахар. Сахар. Печенье будет целый противень. Сахара, если нужно, не жалейте, подсыпайте. Потому что сахара идет на вот эту обвалку много. Духовку я включила на 180 градусов. Нам нужно печенье поставить сразу в горячую духовку. Готово. Ставлю в духовку, разогретую на 180 градусов, минут на 30. Печенье выпекается 40 минут при температуре 180 градусов. Вот такое у нас получилось печенье. Так. Беру и выкладываю на шикарное блюдо. О, отлично снимается. Смотрите, какое печенье. Здесь подробное, друзья, аромат на всю кухню. Как хорошо оно пропеклось снизу. Обратите внимание. Да, может быть, немного, конечно, оно так у нас склеилось. Ну, а что сделать? Выкладывать-то надо. Шедевр кулинарии. Да. Печенья много. Друзья, ну что, печенье приготовили. Вы видели, сколько у меня было продуктов по количеству и по бюджету. Это было немного. У меня получилось целое большое блюдо печенья. Обратите внимание. Давайте вот возьмем одну печенюшку и попробуем. Печенье очень хорошо пропеклось со всех сторон. Вот обратите внимание. Давайте разломаем. Вот такое оно получилось внутри. Вкусно. Печенье получилось необычное. Вот обратите внимание. Тесто получилось как будто бы слоеное. Вот такое. Кушаешь печенье и чувствуешь кислинку. Там же яблоки. Друзья, обязательно приготовьте по этому рецепту. Не пожалеете. Всем удачи. Пока. Ну а мы будем кушать вот это печенье дня два точно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok